Уже в раннем возрасте формируется уникальность почерка. Елена Лобанова признается, проверять тетради и порой не может разобрать, что же написали юные индивидуальности. Но без сомнений с огромным удовольствием помогает школьникам закладывать письменный фундамент. Всегда любила общаться с детьми, всегда как-то находила очень хорошо общий язык с детьми. И в дальнейшем, когда я заканчивала школу, как-то я подумала, куда бы мне пойти учиться, если мне это хорошо получается, почему бы и нет. И вот уже с 2006 года я работаю в этой школе учителем начальных классов к нынешний день. А это старшеклассники, как правило, в качестве передачи текста используют гаджеты и компьютеры. Время идет вперед, и на смену обычной письменности приходит электронная. Окунувшись в школьную атмосферу, на меня напали воспоминания. Помню, как я именно на бумаге рождал искренние слова о чувствах в любовных записках. А потом с дрожащими руками ждал ответа той, от взгляда которой сходил с ума. Из школьных воспоминаний отправляемся в интернет. Здесь немало информации о том, что по почерку можно определить характер и склад ума любого человека. Сергей Коровкин, доцент кафедры психологии Димитовского университета, утверждает, не все так однозначно. По почерку можно определить лишь часть информации. С 17 века пытаются исследовать какие-то закономерности, но в основном эти закономерности сводятся к тому, что мы более или менее можем определить по почерку, мужчина или женщина писал, и в каком психологическом состоянии он находился. Эти особенности хорошо отражены в криминалистических исследованиях. Все достаточно банально, девушки от природы более прилежные. Зачастую их почерк выделяется чрезмерной аккуратностью. Мужчины же относятся к написанному гораздо легче. Что касается психологического состояния человека и его почерка, тут тоже все предельно просто. Письменность возбужденного человека отличается хаотичным размером букв и отрывистыми нечеткими соединениями. Также известно, что обычная письменность, в отличие от электронной, задействует особые участки головного мозга. Поэтому день почерка – прекрасная возможность задуматься о пользе для генератора ваших мыслей. Будьте уверены, в долгу он не останется. Денис Крюков, Антон Комаров. День в событиях.